Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Девочки, мальчики, в свободное время стараюсь все читать и по возможности отвечать. Давайте сегодня сделаем расклад подсознательной страхи вашего партнера в отношении вас. Чего он боится подсознательно? Это имеется в виду, что это неосознанные какие-то у него страхи запущены в вашу сторону, как говорится. Это может быть и обоснованно что-то, а может быть не обоснованно. То есть может быть он так, как говорится в русской пословице, страха глаза велики. Может он себе там чего-то напридумывал, чего-то боится. На самом деле этого как бы и нет. Прошу прощения, я что-то вчера надорвала голос, пока чистками занималась. И у меня сегодня немножко такой голос, как из одного места. И хриплю, поэтому прошу меня простить. Но мои постоянные клиенты, они не жалуются, говорят, с любым голосом просто выходите. Поэтому если для вас прям мой голос сегодня режет, выключайте, не слушайте. Итак, расклад будет на одну позицию, он будет общий. Давайте посмотрим, что сейчас между вами. На красивой очень колоде. Посмотрим, да, таро славянских легенд. И у вас здесь выпадает незакрытый гештальт. Что-то вы здесь еще, да, еще и дьявол. Смотрите, красавец дьявол. Здесь у вас еще есть привязки к этому человеку. Вы его не отпустили или он не отпустил вас. А возможно обоюдное, да. То есть вы здесь еще что-то не отработали. Есть какой-то момент такой некого ожидания. Ожидание может какое, да, что-то человек напишет. Или ожидание поставит все точки над «и». Или ожидание, когда отпустит наконец-таки, да, либо он, либо вы, либо друг друга. Такое тоже может быть. Здесь тени прошлого влияют сейчас на ваши отношения. Тени прошлого могут быть как в ваших отношениях, как и в отношениях прошлых одного из партнеров. К примеру, вы, обжегшись на молоке, теперь дуете на воду, да. То есть был какой-то партнер, который сделал вам больно, да. Вы вступили сейчас в новые отношения, соответственно, и боитесь, что этот партнер будет так же себя вести, да. Либо какая-то ситуация повторяющаяся. Я прошу прощения, там на заднем плане у меня кошка-собака играет. Поэтому здесь могут быть визги кошачьи или... Или собачьи. Но, тем не менее, человек – ваше искушение. Да, вы испытываете такие эмоции сильные, или испытывали в прошлом, да, вот в недавнем прошлом к этому человеку. Он вас тянет. Да, даже некий момент такой есть. То есть вы не понимаете человека, да. Он может вести себя, знаете, как... Не можете считать его язык, его жестов, да. То есть он может и, как бы, тянуть, и тут же, знаете, как будто бы и ничего и нет. Такое, знаете, шаг вперед, два назад. Здесь такое тоже может быть, когда вы не понимаете, что человеку от вас надо. Потому что он вроде бы какими-то своими словами, действиями держит вас, дает надежду какую-то, да. А в то же время, как бы, а потом говорит, нет, ничего нет. То есть какая-то такая ситуация может быть. Вот. И, соответственно, здесь, опять-таки, элемент ожидания. Ожидание чего? Ну, когда всё это, может быть, разрешится, да, вы здесь ждёте. Да, здесь какая-то длительная очень ситуация, и вы не знаете, что здесь делать. Прояснение хотите? Здесь хотите прояснение ситуации, да, прояснение, что будет дальше. Будут ли вообще эти отношения, или стоит их отпустить? Здесь какая-то вот такая вот у вас история. Но здесь есть чувства. Самое, что интересно, здесь есть чувства, партнёрство какое-то. Либо было, да, либо сейчас у вас есть. То есть я здесь, как вам сказать, здесь какая-то такая история, что вроде бы отношения есть, но они больше как будто в голове, чем в жизни. Я вот энергетически вас не вижу вместе. Вот что удивительно-то мне. Да, а почему энергетически не вижу вас? Потому что здесь расстояние между вами. Поэтому я вас и не вижу вместе. Здесь один из партнёров очень такой эгоистичный. Либо это вы, либо это он, да. Здесь такой один из партнёров очень любит, когда ему натирают корону на голове. Он любит быть в центре внимания, чтобы его, там, не знаю, заслуги, прям, знаете, поклонялись ему. Ой, ты такой молодец, вынес мусор. Вообще зашибись. Пять баллов тебе, да. То есть как-то вот так вот. Какая-то такая история. То есть даже какие-то незначительные вещи, которые он, допустим, может не замечать в вас, да. А вы его должны всё замечать. Вот он здесь, вот, не знаю, новую рубашку одел. А вот здесь вот мусор вынес. А вот здесь вот, не знаю, кошку покормил, да. Вот какая-то такая история. Здесь вот он очень такой... Я бы не сказала, что он мелочный человек, но такой к деталям, да, особенно к своим, да. Вот что касается него, он очень прям вот замечает, да, всё это. А я вот подстригся, а ты не обратила внимания, да. Да, там, а я вот то-то сделал, а ты вот мимо ушей. Ну, здесь, если вы сейчас в ссоре, здесь у вас идёт какая-то история, когда вы либо в ближайшее время помиритесь, да, будете прояснять, выяснять отношения, либо уже сейчас это происходит. Но здесь, как говорю, такое... Здесь такие какие-то нестабильные отношения. Я энергетически вас даже парой не могу сказать, да. Вот я бы сказала, что у вас тут роман, но на сегодняшний день я вас не вижу, да, вот в этом романе. То есть здесь какая-то такая ситуация, либо вы давно не виделись, либо вы только познакомились, ещё не виделись, да. Либо какая-то, не знаю, вот какая-то ситуация между вами, разъехались и не какое-то время не общались. Но что-то вот здесь какая-то вот такая история, потому что энергетика, ну, не вижу я вас рядом вместе. У кого-то, кстати говоря, по десятке кубков могли быть и длительные отношения, либо по десятке кубков там у кого-то из вас может семья влиять на ваши отношения. Вот. Ну, в общем, да, вот такие вот отношения на расстоянии к леснице. Здесь общего дома нет. Поэтому если вы там вместе, у вас всё хорошо, да, то это не ваш расклад. Здесь однозначно карты показали, что люди находятся на расстоянии. И отношения больше в голове, чем в жизни. Поэтому если у вас такие отношения, смотрим дальше. Если у вас не такие отношения, к сожалению, не ваш расклад. Ну-ка, Саймон, ну-ка, Мику не трогай! Облизывается кошка, кошке не нравится. Так, ну и давайте посмотрим подсознательные страхи вашего партнёра в отношении вас. Чего он боится? Чего он боится? Слушайте, здесь он... Я бы... Ну, сейчас я выложу, скажу вам, что он здесь. Здесь он какую-то информацию к размышлению получил. Скорее всего, это вы ему сказали, да, что-то. Может быть, сказали про какое-то недовольство. Может быть, здесь высказали что-то, да, ну, какие-то, не знаю, предъявы, да, как по-русски это говорят. Здесь у него... Я не могу сказать, что у него есть страх, да, допустим, страх потери в вас я не вижу. Он либо уверен, что вы там не уйдёте никуда и вернётесь, да, либо он действительно просто не боится вас потерять, потому что здесь вот у него подсознательного страха, то, что он вас потеряет, у него нету. У него в голове, что в любой момент можно всё это возродить, да, то есть нужно какие-то действия совершить, и всё будет хорошо. Единственное, что он здесь, какой страх у него, он не понимает, как дальше двигаться вперёд. Вот карта, да, у него глаза закрыты, мечами машет, в трёх соснах заблудился. То есть здесь у него нету ясности, что он хочет от вас, что он хочет от ваших отношений, да, и вообще у него не то, что в отношении вас и ваших отношений, а он вообще в принципе здесь не знает, что он хочет от жизни. То есть у него такое ощущение, что в подсознании цели в жизни нету. Вот у него как-то, вот он живёт, да, по накатанной, там, не знаю, работа, дом, какие-то гулянки, к примеру, да, или там работа, дом, семья, и всё. Я не вижу здесь каких-то целей. Он повёрнут вообще как-то в прошлое, живёт в прошлом. А как там было в прошлом, да, он действительно там вас и вспоминает, вот. Кстати, говорите, какая-то ситуация между вами произошла не очень приятная, то есть либо вы друг другу говорите, что-то высказали, либо поссорились, либо вы свою фи показали, и ему эта ситуация неприятна. То есть каким-то образом вы его здесь задели. Здесь опять-таки вылезает не его страх, а вылезает его недовольство вами, что вы каким-то образом перешли черту, грань, которую вот он, да, разделил, а вот вы здесь переходите. Кстати говоря, в какой-то момент для него вас стало слишком много. То есть вы вторглись вообще в личное его пространство, заполнили его, и ему это не очень нравится. То есть здесь такой человек, который, ну, отстаивает свои какие-то границы. Ему иногда вам, скорее всего, нравится даже, может быть, побыть одному, подумать, потому что здесь, говорю, либо просто вы слишком как-то на него давили. Такое может быть здесь, потому что он говорит о том, что многовато вас, слишком давили вы его. Он за вами наблюдает, за вашей жизнью здесь однозначно он наблюдает, он вас не выпустил из своего поля зрения, и опять этот дьявол выпадает, вы его маните здесь. И он здесь боится на сегодняшний день потерять стабильность. У него в жизни есть какая-то его мнимая стабильность. Он в ней живёт, живёт уже достаточно давно, и его это всё устраивает. Он боится сейчас выходить из своей зоны комфорта. Он даже не готов из неё сейчас выходить. Да, там, к примеру, вы можете ему сказать, что всё, давай там, к примеру, жить вместе, или давай переезжай, или там давай как-то решать в нашем треугольнике, да, какие-то углы убирать. Он здесь не готов к этому. Его на сегодняшний день устраивает там, где он живёт. И страх его выйти вот из этого, да, потому что там всё привычно, всё как-то даже, может быть, ему не нравится, но там он знает, да, вот это вот его ареал обитания, и выходить из него он не намерен. Я вот цепляюсь за свою стабильность и оттуда выходить не хочу. Он здесь понимает, что вы какой-то судьбоносный человек в его жизни. Вы не просто так пришли. Вы запустили какие-то процессы, изменяющие его сознание и подсознание здесь однозначно. Кстати говоря, он здесь думает, что у вас, если вы женщина, да, или, ну, неважно, мужчина или женщина, что у вас есть какой-то ещё партнёр. То есть вы здесь можете стоять на выборе. Такое здесь тоже может быть. А в самом деле, он здесь хочет к себе какой-то справедливости. Здесь опять не по поводу страхов. Страхов как таковых у него по отношению, да, к вам и по поводу ваших отношений у него здесь особо-то и нету. Здесь он как-то, знаете, нацелен на себя. Вот спрашиваю про вас, да, у меня вылезают вот его какие-то там претензии, да, даже не страхи, а какие-то претензии. Он лежит полёжего. Здесь активных действий я не вижу. Не готов он. Да, вот карты какие-то статичные очень у него. Про предательство какое-то думает. У него, кстати говоря, могут быть проблемы с деньгами. Да, сейчас проблемы с деньгами или со здоровьем у него могут быть что-то вот здесь такое вот. А это что карта означает? У него здесь какая-то зависимость есть. Он либо там, не знаю, выпивает, да, праздная жизнь какая-то, либо у него там какие-то переписки с кем-то могут быть, да, зависимость от мнения окружающих. Допустим, он там выставляет свою жизнь на показ, да, и очень ему надо, чтобы, ну, там, не знаю, все обращали внимание, там, лайки, подписки, да, и так далее, и тому подобное. Что-то подобное здесь. То есть он зависим от общественного мнения очень-очень прямо. И он это общественное мнение боится потерять. Да, то есть он может выглядеть, там, не знаю, в глазах общественности совсем не тем человеком, которым он является. То есть он маску надевает для того, чтобы получить какое-то признание. Но это, опять-таки, из-за района психологии, может, долезть не будем, там, может быть, какая-то травма у него была, и он сейчас пытается вот вылезти из этого таким образом. Мы это рассматривать не будем, просто здесь такое есть. Имейте в виду. Если у вас есть семья, он прям, знаете, наблюдает, а что у вас там в семье с мужем, а как вы себя ведете, да, а что у вас там есть, прям вот он, ему, он прям сильно очень наблюдает за вашей жизнью. Если вы там поссорились, у вас там пауза, и вы не общаетесь и думаете, что это конец, у него в голове это не конец. Он здесь прям, знаете, очень сильно наблюдает за вами, где-то подглядывает. У него есть какая-то возможность. Если он везде заблокирован, значит, он с каких-то левых, не знаю, номеров там, да, левых аккаунтов или там через кого-то, здесь все равно за вами наблюдает, даже если вы думаете, что это не так. Вот, у него здесь, да, такое есть. И опять-таки, вот у него, понимаете, карты семьи выпадают. Вот он здесь, если вы семья с ним, то все равно, в любом случае, он вас не готов терять, да, а если вот у кого-то из вас семья, то он ту семью, в которой вот она есть, да, он понимает, что либо вы не готовы ее терять, если у вас семья, а если у него семья, какие-то там отношения, да, то он не готов то терять, да. Вот здесь такая ситуация. Смотрите, если... Ну, я с какой вы стороны. Ну, он в отшельниках сидит. Он сейчас к активным действиям не готов. Да, вот подсознательный страх. Я сижу, наблюдаю. А что от вас ждет? Вот тут неинтересно, что он от вас ждет. Он боится, что вы на него магичите. Слушайте, девочки, если у вас мужчина, он очень боится, что вы тут на него приворота лепите. Хотя вы можете этого не делать, но вот он почему-то ждет какое-то магическое воздействие от вас. Я не знаю почему, но он очень боится, что вы здесь такой черный маг, который на него что-то лепит. Понимаете, что он от вас ждет? Магическое воздействие. Воздействие на его подсознание он ждет. Я не знаю, как это по-другому объяснить, но здесь такая информация идет прямо из потока. Не знаю, что вы с ним сделали, настращали его, может, он вас ведьмой считает или называл. Но вот он здесь ждет какой-то магии с вашей стороны, что вы здесь что-то будете делать. Да, он знает, или знаете, как еще можно здесь сказать, что он ждет отката. Знаете, в каком плане? Он считает, что делал вам больно. Да, как-то вот поступил, может быть, не по справедливости. И он здесь ждет, что высшие силы тогда по башке ему дадут. Здесь какая-то такая история, да, даже если вы там не маг, и он вас медевой не называл, но почему-то вот он ждет, что он за свои деяния получит, да, то есть, может быть, вы ему рассказывали, что у вас такие ситуации в жизни, когда вас необоснованно обвиняли, да, или поступали не по справедливости, там врали и так далее, и тому подобное, высшие силы этих людей получали, да, эти люди по шапке за все свои деяния. Если несправедливо, да, в отношении вас было совершено что-то. И вот он здесь то же самое. Если он вас ведьмой не называл, и если он здесь не ждет магического воздействия, да, если он далек от магии, есть такие материалисты, которые в это не верят, то он здесь все равно почему-то думает, что он за свои какие-то действия в отношении вас он здесь получит. И боится этого, честно говоря, здесь он боится. Ну, а кто действительно вас ведьма называл, то здесь он почему-то боится, что, не знаю, вы здесь привороты лепить будете, или что-то еще делать будете, но он прям боится. Понимаете, здесь такая ситуация. что-то изучает здесь. А он вас изучает. Он вас читать не может, да, ему казалось, что вы как открытая книга, а в итоге нет. И он теперь думает, что с этим всем делать. Здесь какая-то такая история. Поэтому вот такой вот сегодня расклад получился. Сейчас попробую сразу записать второй расклад, что он о вас думает в этот момент. Вот. Поэтому всех люблю, всех целую. Пожалуйста, будьте осознаны и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok